Приветствую вас, Рина. Давайте разберем ваш вопрос, ваш текст. Смотрите, начнем с того, что вы познакомились с мужчиной в интернете. У этого есть свои причины. Есть причины у того, что вы познакомитесь с кем-то в интернете. Дальше. Вы, если я правильно вас понял, встречаетесь с ним один раз и предлагаете съехаться и жить вместе. Но, да, это достаточно быстро. Почему? Потому что есть проблемы с тем, что между вами общего. С этим есть проблемы. В интернете познакомились, значит, вас ничего не связывает. По факту. И, соответственно, воспринимать вас, как кого-то, кроме своей жены, да, не получается. Ведь общего-то ничего нет. Вы пишете, что сначала снимали жилье, потом взяли ипотеку, но парень взял ипотеку на свое имя. Он вас туда не включил, потому что сказал, что вы не заплатили за первоначальный взнос. А у ваших родителей были проблемы и вы не могли не помочь. То есть, по факту, молодой человек, ну, отнесся к этому, так вот. Не оценил он то, что вы помогаете своим родителям. Дальше. Вы пишете о том, значит, что после этого он не делает вам предложение. То есть, вы хотели бы, чтобы он сделал вам предложение, а он вам не делает его. И, честно говоря, вот здесь у меня появляется вопрос в том, а как вы относитесь к молодому человеку? Такое ощущение, что глобально вы нацелены на семью и хотите побыстрее в семью, побыстрее стать матерью. Но у меня нет ощущения, что вы вот движетесь куда-то вот по жизни сами. То есть, нет ощущения, что у вас у самой есть какие-то цели. Такое ощущение, что достаточно сильно вы зависите от своего мужчины. От того, как он себя будет вести, от того, как и что он решит и прочее. Но если бы молодой человек сделал бы вам предложение, если бы он на вас женился, вы бы совершенно спокойно родили бы ребенка и, наверное, не знаю, делили бы дальше. Вот. То есть, это вот какое-то такое, знаете, принижение, обесценивание себя как личности. То есть, вот, никуда вы не движетесь сами. Дальше. Я боюсь, что у вас заниженная самооценка, потому что мужчина вас откровенно оскорбляет. Вот. А вы это воспринимаете, ну, терпите. Терпите и надеетесь, что ситуация изменится. Вот. Я должен вам сказать, что нет. Ситуация не изменится. Сама по себе, по крайней мере. Вот. Только если вы сами решите что-то изменить, тогда да, тогда ситуация изменится. А для этого вам нужно поработать над своей самооценкой, над страхом одиночества и над глобальным смыслом. Потому что то, что вы познакомились в интернете, и то, что вы так быстро съехали, говорить о неких ваших проблемах. Ну, например. Почему вы знакомитесь в интернете, а не с реальными людьми по поводу общей деятельности? Почему вы, допустим, не гуляете сами, не ходите куда-то сами? Такое ощущение, что зависите от молодого человека в этом плане. Ну и последнее. Это то, что вы не принимаете себя. То есть, вы говорите, если я похудею, он сделает мне предложение. Если я похудею, он будет лучше ко мне относиться. Это значит, что у вас есть опыт, по крайней мере, попыток завоевать себе некое расположение. У вас есть опыт, попыток ну, грубо говоря, расположить к себе человека. Это весьма и весьма тревожный, на мой взгляд, факт. Именно что тревожный, именно что тревожный. То есть, не чувствуется, что вы самостоятельны. Не чувствуется, что вы независимы. Чувствуется, что вы, напротив, зависимы от молодого человека. То есть, условно говоря, есть обесценивание себя. Такое вот глобальное. И оно кидает свою тень на все, что вы делаете. Образно. Выражаясь. Вот, собственно, с этим и нужно работать. Обратите внимание, Рина, на то, что вы не задаете вопрос. И не очень понятно, что вы хотите от психологов, и что вы хотите в себе изменить. Потому что молодого человека вы не измените. Молодой человек изменится только если, только если вы изменитесь сами. А так он не изменится. Сам по себе. Вот, примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было вам полезно. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Супфоль.